Знаете, Лиза, если кто-то регулярно в доме писает в лифте, то надо искать не мифического хулигана, а надо искать жильца, который страдает недержанием. И, вероятно, по этой причине, когда чья-то заботливая рука под елочку Лукашенко положила пленку с обвинением в том, что именно он отдал команду убивать бедного Пашу Шеремета, то ни у кого не возникло сомнений, что действительно, да, это Лукашенко, потому что Лукашенко недержание, недержание злобы, нурез, уголовщины и самых диких наклонностей демонстрирует постоянно. И в эпоху активного протеста в Минске он явно радовался появлению каждого очередного трупа в результате столкновения. Вот я не знаю, разъезжал ли Лукашенко ночью по Минску, по тайным моргам, где хранятся тела убитых в уличных столкновениях, и кусал ли там он эти трупы. Но если пленочка такого содержания появится, то я, честно говоря, удивлен не буду. И, как выяснилось и полностью подтвердилось, Александр Григорьевич то, что называется, любит это дело. Он любит пустить кровь, избить, убить, закопать, посадить. Ну, ему это то, что называется, просто очень нравится. У него, вероятно, такое хобби, кого-то штырит там то, что называется макраме, кто-то с песнями ест человечину из церковной чаши, от этого тащится, а кто-то коллекционирует часы. А вот Лукашенко явно нравится убивать. И весь мир, офигев, уже много месяцев наблюдает за реализацией его основного инстинкта и не знает, что с этим делать. Вот если помнишь, не помнишь, наверное, все-таки Лизонька очень юный, да? Вот был такой в эпоху моей юности фильм «Техасская резня бензопилой». Жуткое кино, где было главного героя, звали «Кожаное лицо». Вот Минское кожаное лицо с усами, а по сути дела владеет гораздо более мощным инструментом, чем владел просто кожаное лицо. У него гораздо больше, у кожаного лица с усами, у него гораздо больше инструмент, потому что вот этот Минский ОМОН, это бензопила, настоящая огромная бензопила в лапах маньяка. И он радостно кромсает с явным удовольствием белорусский народ, потому что белорусский народ тоже немаленький, да? Там обычной бензопилой было бы делать нечего. И он наслаждается прямо вот летящими брызгами крови, мозгами. Ему надо чем-то кромсать, ему нужен большой инструмент. И его бензопилия, как я понимаю, этот процесс тоже, в общем, очень нравится. Вот указанием прямым, я думаю, вы со мной, Лиза, согласитесь, что Минская резня – это скорее медицинская история, а не политическая, вот служит эта поразительная наивность Лукашенко, который еще живет в совковом мире 20 века. Он уверен, что в 21 веке что-то можно скрыть, что-то можно сделать незаметно. Они действительно все почти вот эти вот наши тираны, наши знакомые тираны и деспоты, и диктаторы, они все живут в середине 20 века, когда можно было утаить часть своих преступлений просто за счет сложности техники. И не всегда у самых преданных вассалов, которые обычно делают эти записи, не всегда была возможность зафиксировать проделки своего господина, а теперь это очень легко. Теперь эта фиксация доступна даже полному техническому идиоту. Это не мешает сегодняшним слугам лебезить, любить господина, клясться ему в верности, и даже более того, иметь с ним общий страх. Это то, что сближает сильнее всего. Сейчас господ любят искреннейшим образом вылизывают сапоги, но кнопочку «рек» при этом всегда нажимают, даже если эта запись зафиксирует только скрип языка по вылизываемым ботинкам. То есть понятно, что мир сейчас, политический мир, набит записями любого типа, потому что каждый из этих воротил судеб миллионов людей, он действительно обречен на очень большой штат прихлебателей. Я думаю, что 2021 год, я надеюсь, познакомит нас с записями распоряжений касательно минских протестников. И теперь понятно, да, почему Лукашенко так маниакально держится за власть. Он понимает, что в ту секунду, когда он лишается президентской неуязвимости, ему тут же придется примерить полосатую шапочку, кандалы, а потом придется примерить стенку. А вот к стенке он совершенно категорически не хочет, хотя, в общем, наработал. И, наверное, 2021 год для него будет годом величайшего разочарования. Самым горьким для него будет предательство ОМОНа, а это обязательно наступит. Я вот не знаю, в курсе вы или нет, но с его вот этой жертвой, с Пашей Шереметом, мы когда-то, ну не то чтобы подруживали, но, по крайней мере, были очень хорошо знакомы, перезванивались и что-то даже вместе делали. Это был такой очень странный добряк, совершенно не из породы медиаястребов, которые любят и умеют вырвать кусок мяса из какого-нибудь властелина. Он, скорее, был такой плюшевой фигурой все равно, мастеровитой, серьезной, профессиональной, но плюшевой фигурой, который предпочитал покой и очень хорошие обеды. А к Лукашенке он относился с сочувствием и совершенно его не боялся. И когда ему, вот по выражению этих картофельных кровопийц, которые уже опубликованы, что надо бы Шеремету оторвать руки и ноги, это опубликованная пленка разговора белорусских силовиков, которые рассказывают друг другу о указаниях, о прямых указаниях Лукашенке. И вот когда ему поотрывал руки и ноги Пашке, никто тогда на Лукашенко не подумал. И я могу объяснить, в чем там было дело. Действительно, Паша на свою беду неплохо, ну и неплохо, более-менее профессионально писал. И на тот момент он согласился посоавторствовать. Был такой Олег Акаев, который ввел летописи всех тайных белорусских убийств политических. А их на самом деле очень много. И Паша взялся за литературную шлифовку и обработку всего этого дела. Он не был сам расследователем, не был фигурой номер один в этой истории. Но вот на свою беду он был самым беззащитным и самым беспечным из всех. Ну, маньяк на то и маньяк, что непонятно, что его спровоцируют. Его спровоцировала именно беззащитность Пашкина. И мне вот тоже интересно, Лиза, что вы думаете? Вот этот Гейси, этот Чикатило, Лукашенко, вот он всегда был в нем, всегда дремал и ждал своего часа. И просто этого не было видно за образом картофельного старорежимного дурачка. Вот что вы думаете? Я думаю, что вот как раз такие начала, они есть в гораздо большем количестве людей, чем нам хочется думать. Просто когда появляются возможности, когда появляется какая-то сила для того, чтобы эти потребности удовлетворять, вот тогда оно выходит наружу. Тогда люди смотрят и говорят, ого, да как такое вообще возможно? Вот абсолютно с вами согласен. Хотя, видишь, Лукашенко, он же все-таки картофелевод. Он обязан был бы понять, что чем больше картофеля закопаешь, тем больше его будет на следующий год. То есть вот эта вот прогрессия роста диссидентов и протестников здесь неминуема. Но он, причем он заметил, то, что называется конченый дурак, потому что именно в ту секунду, когда его хватают за лапу на серьезном преступлении, именно в эту минуту он вдруг начинает публично, влезает в эфир и начинает публично заявлять, что с Владимиром Путиным он одна команда, что они намертво собраны в одну команду. То есть здесь я подозреваю ключевое слово намертво и одна команда. А с учетом еще живого и, в общем, откровенно пульсирующего скандала с Навальным, заявление Лукашенко, а намертво одна команда, звучит, я бы сказал, весьма и весьма двусмысленно. По-моему, звучит довольно правдиво. Да, конечно. И причем, заметьте, они все всегда в своей риторике прикрываются демагогией об этом неизбежном разрушении страны. Вот исчезнут они, и не будет страны, не будет ничего. Воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество и вода, и все вымрет. Но с Белоруссией это все понятно, с Белоруссией, прошу прощения, все понятно. Там настолько храбрый, настолько способный к самоорганизации народ, как это они доказали минскими шествиями, что еще китайцы будут от зависти рыдать, наблюдая эту самоорганизацию и наблюдая то, как освободившаяся от власти придурковатого социализма Беларусь будет подниматься. Но и не только там, мы знаем, звучит этот вечный рефренд про не будет меня, не будет страны. В России ведь звучит абсолютно то же самое.